Здравствуйте, дорогие товарищи! Перед тем, как я назову главное средство, необходимое для естественного синтеза желудком соляной кислоты и устранение перечисленных в названии ролика болезней, я кое-что должен пояснить вам про кислотность желудка, вред антоцидов, почему врачи не лечат кислотный рефлюкс, в чем реальные причины снижения выработки желудком соляной кислоты, каким проблемам в организме приводит снижение кислотности желудка, как и чем поднять кислотность желудка до природной нормы и тем самым автоматически убрать множество проблем со здоровьем. Внимательно смотрите и потом перешлите ссылку на это видео своим знакомым. Итак, начнем. Изжога, герб, несварение, отрыжка, кислотный рефлюкс, а это заброс кислоты из желудка в пищевод через нижний пищеводный сфинктер, ну то есть клапан между желудком и пищеводом, а такое всегда рано или поздно происходит из-за недостаточной выработки желудком соляной кислоты, а не из-за ее избытка, как ошибочно многие полагают. Когда клапан не плотно закрывается над желудком и кислота выбрасывается вверх в пищевод, это не говорит о том, что у вас есть избыточная кислотность желудочного сока, как раз наоборот, а заброс происходит просто из-за приоткрытого клапана, то есть кислоты у вас в желудке не обязательно много, но она просто находится там, где ее не должно быть, там, где ей не место в пищеводе, пусть даже и минимальное количество. А это может быть и при пониженной кислотности желудочного сока, а врачи автоматически назначают кальциевые антоциды, как от повышенной кислотности, хотя и тут я бы лучше соду назначал, натуральное средство без побочных вредных эффектов. Ну а всякими антоцидами эти проблемы никак не устранить, потому и не лечат, по сути. В норме клапан закрыт, когда достаточно гастрина, а это всегда так, когда уровень соляной кислоты в желудке в норме, то есть с pH от 1 до 3 единиц. Ну а соляная кислота нужна для очень многих процессов и органов, ну и для правильной работы желчного пузыря, его опражнения, и для стимуляции выработки поджелудочной железой ее ферментов. А вот антоциды как раз вызывают кислотный рефлюкс. Но тогда еще возникает и гиперкальциемия, особенно при дефиците витамина К2. Про эту связь смотрите мои видео про сосуды, К2, кальций. Ссылки я оставлю вам под этим видео. Буквально только пару пояснений. Много шумихи в интернете от врачей разных, что витамин D3, мол, принимать нельзя, потому что тогда кальций в сосудах будет откладываться. Вот это все из-за невежества и профессиональной непригодности, потому что дело тут не в самом кальции, дело не в самом даже витамине D3, который проводит кальций в костную ткань, а дело в витамине К2, потому что он удерживает кальций в костной ткани и не дает кальцию гулять, что называется, по сосудам. Потому эта связка витамин D3 и К2 очень важны. И принимать надо обязательно липосомальные формы этих витаминов. Почему, что, зачем, все я объяснял в соответствующих видео. И про К2, и про D3. Ссылки вам оставлю под этим видео, как и на липосомальные витамины К2 и D3. Посмотрите и видео, о которых я говорил, почему же кальций откладывается и когда откладывается в сосудах. С возрастом, по мере роста заболеваний, от нездорового, неправильного образа жизни, соляной кислоты становится все меньше. Ее выработка снижается. Как я уже говорил, норма, в любом возрасте должна быть соляная кислота от 1 до 3 pH, в идеале от 1 до 2. Иначе белки полноценно не будут разбираться до аминокислот, то есть до мономеров. И более того, инфекции, попадающие с пищей, не будут уничтожаться. Ведь одна из главных задач желудка – дезинфекция от инфекции, попадающих к нам с пищей. А вот когда pH превышает 2,5-3 в желудке соляной кислоты, возникает болезнь под названием гипохлоргидрия, то есть хроническая недостаточность кислоты. А возможно еще хуже. А хлоргидрия – а это либо полное прекращение выработки кислоты, либо практически полное прекращение. Например, pH – около 5 единиц. А ведь только определенная концентрация кислоты не только разбирает белки до аминокислот и уничтожает инфекции, но и активирует усвоение многих минералов, особенно кальция, железо, а при его дефиците, как вы знаете, развивается анемия, магния и калия, и многих витаминов, особенно витамина В12, дефицит которого вызывает огромное количество проблем, но в том числе и специфическую анемию, и другие витамины группы В. И напоминаю, нормальная кислота 1,2 желудочного сока – это защита от попадания в организм через пищу от различных инфекций, грибков, бактерий. Ведь у них тоже белковая природа, и белки как раз денатурируют в присутствии фермента пепсина и соляной кислоты от 1 до 2. И вот тогда это будет защитой от попадания инфекций в кровеносную систему, а далее распространение по всему организму. При пониженной кислотности желудочного сока высок риск развития рака желудка и высокая вероятность активации бактерий хеликобактер. Они есть всегда, но их рост сдерживает соляная кислота спаж от 1 до 2. И вот они активизируются только когда паж желудочного сока более щелочная, нежели норма 1,2. А врачи не лечат данные проблемы, потому и не могут вылечить в конечном счете пациента. Они ничего не делают с низкой кислотностью желудка, потому не лечат и даже не исследуют паж желудочного сока, как правило, за редчайшим исключением. А насколько велика разница паж, скажем, от 2 единиц до 3? Так вот, знайте, что паж 2 от паж 3 единицы отличается в 100 раз. Паж 1 десятой единицы – это разница по паж в 10 раз. Потому между 3 и 4 колоссальная разница, а не просто одна единичка. Мол, какая разница? Да как небо и земля разница. И вот мы добрались до очень важного момента. Из-за чего же уменьшается с возрастом, и не только с возрастом, выработка соляной кислоты желудком? А причин здесь несколько. Вот они. Гипотериоз, то есть проблема с щитовидной железой. Подавление, ослабление иммунной системы. Приема антоцидов и других препаратов, которые снижают кислотность. Низкосолевая диета, то есть совсем без соли, без натрий хлор. Дефицит калия, дефицит цинка, дефицит йода. Частые приемы пищи, то есть перекусы. Так как это просто истощение резерва организма, истощение пищеварения. Ну вот как постоянные тренировки физические, без отдыха приводят к истощению, так и с питанием. А нехватка цинка очень опасна. Принимайте обязательно цинк в липосомальной форме для выработки соляной кислоты. Но самое главное средство для выработки в любом возрасте соляной кислоты до ее природной нормы 1,2-2,5PH это вещество бетаин. Главное средство бетаин, но не гидрохлорид, это синтетическая форма натурального природного ангидрита бетаина. Итак, бетаин это просто сырье для соляной кислоты желудочного сока. Натуральный ангидрит бетаин в липосомальной форме получается из свеклы. Но только давайте сразу определимся. Не нужно писать, о как хорошо я буду есть свеклу и все будет у меня замечательно. Не будет, не всегда будет. Почему? Да потому что те люди, кто допустили вот эти проблемы вышеописанные, они имеют запущенную форму этих проблем. Им нужна высокая концентрация бетаина. Вам надо съесть 1, 2, иногда 3 килограмма свеклы в день, чтобы получить нужное количество того самого бетаина. И поэтому он есть, поскольку в концентрированном виде, и мы загнали себя вот в такую неестественную жизнь, уже по сути, да, мы давно не живем на природе, природным образом жизни, то и получать мы должны во многих случаях, к сожалению, но должны, концентрированные дозировки тех или иных веществ. Принимайте бетаин при каждом приеме пищи. Но вот как. Немножко чего-то съели. Ну, скажем, ложечку-две. Примите 2 капсулы бетаина, подождите минут 5 и ешьте. На голодный желудок не надо принимать до еды. Почему? Ну, особенно у тех, у кого язва, потому что будет вырабатываться большее количество соляной кислоты, резкое ее увеличение. При слабой слизистой, при язвах тем более, могут вызвать проблемы, боли, поэтому аккуратно. У кого нет проблем, конечно, можно и до еды. Но лучше, как я сказал, ложечку еды, приняли 2 таблетки, 5 минут прошло и ешьте. Так начинайте с одного раза в день. Через несколько дней уже 2 раза в день, на, скажем, завтрак и обед. Кто не ужинает, вот так 2 раза и оставьте. Можно даже по 3 таблетки увеличить. Перебора быть не может. Или вы его очень легко почувствуете. Знаете как? Вот если много приняли, побочных негативных действий не будет от натурального бетаина. Но, тем не менее, будет такое, знаете, теплота в желудке. Прям теплота. Тогда просто не 3 капсулы принимайте, а 2. Или не 2, а 1 временно. Потом увеличите опять. Все будет уже нормально. Когда наладится вот этот процесс поступления бетаина с выработкой соляной кислоты. Дополнительные мои советы будут таковы. Уберите из рациона питания все сладкое. Ликвидируйте дефицит минералов и витаминов. Ешьте обязательно. Принимайте с пищей. Спирулину, хлорелу, токобию, органическую. Также перед едой минут за 5-7, как я много раз уже в других видео говорил, стоит принимать натуральный гостовский яблочный уксус. По 1 столовой ложке на 1 треть стакана теплой воды выпивать. И через, соответственно, 5-7 минут можно есть, потом бетаин. Съедаете всю пищу уже до конца. И так каждый раз перед едой. Такие меры, ну если вы еще уберете стрессы, потому что они тоже являются такими факторами, катализаторами уменьшения выработки соляной кислоты. Так вот, прием цинка, чтобы не было дефицита калия, ну и так далее, дадут вам, ну, 100% из 100 гарантию того, что вы решите проблемы вот с этим гербом, изжога, рефлюксом и так далее. И еще, не разбавляйте соляную кислоту желудка водой. Не запивайте еду, если, конечно, вы не едите сухари. Так вот, пейте минут за 20-30 до еды. Пейте после еды где-то минут через 30-40-50, лучше через час. И знаете, меня просто поражает. Поражают те люди, вот особенно врачи и диетологи, которые говорят, что это глупость, что нельзя запивать еду водой. Ну слушайте, тут не нужны знания никакие, тут простая логика нужна. Если так важен диапазон pH для правильного пищеварения, подумайте сами, не имея каких-то знаний особых, вообще их не надо иметь, потому что здесь чисто логика. Итак, если нужен диапазон pH, но представьте, вы даже можете сами провести этот опыт. Возьмите, скажем, какую-нибудь соляную кислоту в пробирке, измерьте, что там pH, скажем, единица, разбавьте водой объем этой кислоты в два раза, и вы получите pH уже 2 единицы. То есть вы уменьшили кислотность. Так и в желудке, вы что думаете, там не то же самое будет? Конечно, да. Так что тогда будет? А будет то, что я сказал. И я коснулся лишь верхов, буквально вот некоторых в заголовке указанных тем. А ведь дефицит кислоты желудки приводит к огромному количеству проблем. Все начинается, как говорится, с пищеварения. Конечно, все начинается с желудка, потом уже с кишечника. И эта основа, это залог здоровья. Что же касается ботаина, то это уникальные соединения, необходимые и для сердечно-сосудистой системы, и для митохондрии, и для печени, сосудов. Именно он преобразует ядовитый гомоцистеин в так необходимый нам метионин. Поэтому мой вам человеческий совет. Обязательно ботаин принимайте. Ну, посмотрите, пожалуйста, мое видео. У меня было отдельное видео не так давно про ботаин. Я просто настоятельно вам рекомендую посмотреть это видео. И даже кто смотрел, пересмотреть. Это очень важно. Итак, под этим видео я оставлю вам ссылки все, какие вам потребуются. И на видео про ботаин полное. И ссылку на сам натуральный ботаин, чтобы вы смогли его приобрести. А мы отправляем в любые города России и страны мира. И, конечно, на все липосомальные натуральные витамины и минералы, и цинк, и витамин С, и антиоксиданты, такие как глутатион и прочее. Будет прям раздел. Липосомальные нутриенты. Там вы найдете все. Ну, в завершение еще раз вам напомню. Да, вы прочтете под товаром ботаин дозы применения. Там они стандартные. Но для тех людей, у кого есть проблемы, изложенные в этом видео, указанные в заголовке, принимайте по две капсулы, два или три раза в день. Соответственно, у вас увеличится, ну, потребление, скажем, ботаина. Расходов будет больше, чем указан на сайте, потому что там такая профилактическая дозировка написана. Ну, просто учтите этот момент, что вы правильно рассчитать могли, сколько вам флакончиков нужно на один месяц. Вот, собственно, и все. Ну, и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.